Выглядит оно вот так вот. Как это работает? Don't speak to know what you say. Слушайте, ну красиво! Тан-тан-тан-тан-тан-тан! Смотрите, оно здоровое, как дерево прям. Это стакан, который сохраняет холод. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня у нас видео на новом месте. Да, я купила себе новую квартиру. Шучу! Я в гостях у моей скромняшки Крис. И мне очень нравится вот этот ее фон. Это ее кровать, спинка здесь такая белая. Здесь вот такие обои белые. Класс, правда? Сейчас мы здесь поразвалимся с вами. Покрутуем. А на самом деле я просто хочу снять для вас видео здесь покупочки в фикс прайсе. В последнее время очень много новиночек в фикс прайсе. Я хочу скорее с ними поделиться. И первое, что я вам покажу, это как раз таки то, что мы сейчас поставим с вами на фон, чтобы украсить. А то как-то пустовато, правда? Итак, первое, что я хочу показать. Смотрите. Вот такие классные штуки появились у нас в фикс прайсе. На самом деле их много разных. Смотрите, как будет светиться красиво. Ой, мне кажется, это очень красиво будет как раз здесь на фоне, да? Сейчас поставим. Включим, проверим, как ярко оно светит. Стоит всего 199 рублей. Это максимальная цена фикс прайсе. Смотрите. Вау. Здесь деревянное оно. Здесь у нас батарейки. Две батарейки маленькие, мизинчиковые. А-а-а. И смотрите, тут как бы вот по кругу вот так вот все зафигачено этими лампочками. Мы должны посмотреть, насколько красиво оно будет все это дело светиться у нас. Итак, достаем наши батарейки. Я вот покупать начала вот такие батарейки. 3 плюс 1, то есть 4 штуки за 99 рублей. Засовываем батареечки. Закрываем. Включаем. Ёлочка, гори. Слушайте, как красиво, да? Оно вообще так... Ой, я даже вообще не ожидала, что оно так будет светиться. Чуть не обратила внимание. Слушайте, ну красиво, да? Смотрите, если мы сюда поставим, облокотим. Хорошо? Та-дам. Смотрите, как заиграло все. Как будто у меня свечи просто горят. Ну, поехали дальше. Новинок еще видимо-невидимо. Давайте начнем с яркого, красиво-красочного. Это то, что я привезла Кристине. Это то, что будет у нас... Где? На бассейне. У Кристины скоро она уже сделает бассейн. Я надеюсь, она снимет видео, как она будет его устанавливать, мучиться. И я решила, что когда у нее будет уже стоять бассейн, мы с малышом будем приходить и с друзьями, и с день рождения, и фоткаться, будет очень клево. Фоткаться вот с такими классными фруктами. Апельсин, грейпфрут и лайм. По-моему, клево. Да? Весело. Ну, можно их подстереть. Вообще, это коври, это сидушки. Это написано, что сидушка для стула. Но мы будем использовать это, знаете, выпрыгнутое из бассейна, например, да, чтобы не на зим становиться, а вот на такие штучки. Я не знаю, промокнут они, нет, они немножечко прорезиненные здесь, с другой стороны. Ну, а главное, что будет красиво и ярко у нас на вечеринке. Стоят они по 77 рублей. А, еще я прикупила вот такую штучку. Не знаю, я что-то захотела фотосессию. Я увидела и подумала, ой, классная фотосессия будет. Смотрите, апельсинка. Та-дам! Ну, клево будет. Смотрите, я такая накрасила губы, накрутила волосы и такая... Я не знаю, как она там поет, это как бы мои догадки. Ну, в общем, прикольная штучка. Еще там были желтенький лимон и, по-моему, был арбузик. Но маленький арбузик мне показалось неестественно, а это может выглядеть очень даже неестественно и похоже. Их не взяла. Это мягкая штука такая для игры. Антистресс. Можно антистрессить даже. Но это я кристинке не оставлю, это я себе взяла. Еще офигенная новинка. Это вообще мне посоветовала одна из моих подписчиц. Она написала мне в инстаграме, говорит, Селена, посмотри, какие классные бокалы. Я их видела, но не обратила на них внимания. Я не знала, какую функцию они несут. Да, если ты смотришь сейчас это видео, мне только одна девочка писала про них. И я по ее совету увидела их и сразу купила. Это стакан, который сохраняет холод. Естественно, я выбрала вот такой красивый, как арбузик, розовенький. Он идет у нас вот с такой трубочкой. Он тяжеловатый, потому что, видимо, здесь такие плотные стенки. Такие плотные стеночки. И его нужно в холодильник ставить, как я поняла. То есть ставив его в холодильник, он сам по себе, наверное, замерзает. И если ты туда наливаешь что-то холодненькое, то оно больше сохраняет. Но сейчас я точно уточню, что нужно. Инструкция. Поместите пустой стакан без крышки и трубочки в морозильную камеру на 2-3 часа. Достаньте стакан и налить в него жидкость. Какое-то нерусское предложение. Стакан быстро охладит ее и будет сохранять прохладу в течение 2-3 часов. Представляете? Можно брать с собой вот этот стакан. Куда его брать? Он же должен в морозилке быть. Короче, никуда его не надо брать. Он должен быть дома. В общем, дома наслаждаться холодными напитками долгое время. Еще там были желтенькие такие красивые стаканчики. Но я пока решила один взять розовенький попробовать. Классно. Большое спасибо за наводку. Еще я увидела классные вот такие восковые карандашики. Я просто подумала о малышу, что он не будет пачкать мне руки. Точнее, сам себе не будет пачкать руки. Они двухсторонние, значит, одним концом остреньким можно рисовать, а вот этим концом можно раскрашивать. Кристина, я надеюсь, я не испортила тебе твоя шикарная покрывала. В общем, я думаю, что ему понравятся. Такие вот классненькие, стоят 99 рублей цветные. Вот такие двусторонние набор воскаловых мелков. 12 штук. Дальше пойдем по бытовым моментам. Именно что для дома я взяла. Никогда не видела подставка под ложку и крышку. Представляете? У меня всегда, когда я готовлю, я это, конечно, редко готовлю, но мне всегда нужна такая подставка для крышки и для ложки. Давайте скорее посмотрим, как же она работает. Там были цвета разные. Синий, зеленый и розовый. Я выбрала себе зеленый цвет, потому что у меня зеленая кухня. Выглядит оно вот так. Смотрите, что это такое у нас. Выглядит оно вот так. Как это работает? Это вот так работает. Ложка у нас кладется сюда, если что. Так раз и ложку положили. А крышка... Крис, у тебя нет крышки. Ладно, я это на кухне вам покажу, как работает. Ну, вы поняли, да? Вот сюда кладется грязная ложка, а вот сюда ставится крышка. И на самом деле это очень удобная вещь. Небольшая совершенно. Вот так вот будет выглядеть наша подставочка. Ложечка. И вот сюда ставится крышка. И занимайтесь дальше своими делами. Ой, подождите, бытовые моменты. Смотрите, что нам задарила наша сестра. Тетя моего Деньки. Она увидела такую приколюху, говорит, хочу Деньки купить. Это такой рюкзак. Пистолет стреляет на большие расстояния. Короче, такой рюкзак. Рюкзачок. Здесь в комплект идут вот такие вот еще ручки. В общем, вот такие вот полосочки в комплекте. Мы их одеваем на специальные вытуплые места. Вот здесь вот. Здесь и здесь. Здесь наверху есть регулятор, чтобы регулировать по длине нашу лямочку. Мы сюда наливаем воды. Наливаем воднички. Наш шланг с пистолетом. Вот таким вот пистолетиком. Подключаем сюда. Вот так вот подключили. Здесь сквозная дырка, кстати. То есть мы сначала все это сделали, а потом уже воды наливаем. Одеваем это все на плечики наши. Берем наш пистолет. И делаем вот так. И отсюда фигачит вода. Мне кажется, Деньке понравится, но это как раз надо у Кристинки. У нее много пространства. Детки приедут, будут играть. Я думаю, будет клево. Еще там есть разные тигрята и так далее. Вот это вот у нас дело пластмассовое. Берем пистолетик, значит. Берем левой рукой рукоядочку. И... Что это? Ого! Я думала, будут брызги. Вау! Смотри, как она далеко стреляет. Смотри. Тетя, Таня, ничего я вам полью? Ничего, ничего. Ты видишь, Крис? Ого, какой напор. Вообще напоры. Посмотри, можно даже вообще не выходя из дома. Прям с балкона фигачить. Это сколько метров она отдает? Пойдет ему на ромашку. Метров три, да? Тетя, Таня? Да. Четыре-пять. Так, дальше продолжаем по бытовым моментам. Смотрите, что я нашла. Это вот такая вешалка на присосках. Стоит всего 99 рублей. Я, когда ее присосу, обязательно вам покажу. Самое главное, чтобы она не отлетала. Что мне здесь понравилось? Что здесь очень много крючков. У меня дома вся ванная скафеля. И если у меня будет вот такая штука со многими крючками, и эти две будут хорошо и плотненько держать, то я вообще буду счастлива. Я тогда смогу для каждого полотенечка повесить. Делается она так. Она крутится здесь по кругу. Если мы ее, значит, намочили, присосали, и потом вот так зафиксировали. То есть она фиксируется тут. Вот так вот. Вот, допустим, так, так. Присосали и фиксируется. Оп. И все. То есть я надеюсь, она должна крепко висеть. В общем, присосу ее дома и покажу вам. Вставлю сюда. Только что бежала, чтобы вам сказать, смотрите, я с горем пополам ее прилепила. И пока я прибежала, она отвалилась. Но на самом деле вот это вот правое еще более-менее держится. А вот это вот не хочет прям держаться. Хотя у меня, знаете, у меня не идеальная стена здесь. Она все-таки вот какой-то имеет узор. Вот, чтобы вы видели, да? Ну, вроде бы, я так вот как бы делаю. Нет, нифига, вот это не держится. Вот это вот держится. Вроде нормально держится. Даже вот я силу применяю. Короче, нужно найти правильное место. Я думаю, она будет нормально держаться. Вот. Но, видимо, они на моей стене. В общем, сейчас я попробую присобачить как-то. И вот навешала уже три полотенца, чтобы за ночь проверить. В общем, девочки, я уже попробовала даже на вот эту. Вот у меня здесь вообще стекло как бы, да? И все равно она не держится. Но вот правая еще более-менее, а левая вообще плохая. Она не присасывается даже. Так что будьте готовы к тому, что это может быть бесполезная вещь. Дальше я купила персоль. Это мне советовали. Как помните, вы, может быть, смотрели покупочки моей секонд-хенд. Я там купила белые брюки. В общем, эти белые брюки я ушивала. В общем, ладно, с горем пополам ушили. Нормально, можно носить хорошо. Мне не понравилось, что я их хотела отбелить. Вот, ну, что-то мне там какая-то, какое-то пятнышко где-то полинявшее. Я хотела отбелить. В итоге лучше бы не отбеливали, а оно у меня полностью пожелтели в белизне. Я расстроилась, написала в инстаграме пост. Говорю, девчонки, расскажите, кто чем отбеливал. В общем, мне посоветовали вот такой вот персоль, кислородный отбеливатель, экстра. Удаляет пятна, кофе, чай, вина, ягод, фруктов. Ну, я уже не знаю, я во все тяжкие. Я хочу добиться своего, отбелить эти джинсы, потому что они мне очень нравятся. Белые классные джинсы. Поэтому, девочки, если вы реально не просто отбеливатели мне, вот, посоветуйте мне не просто отбеливатели, а именно которые могут восстановить пожелтение после белизны. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста, посоветуйте, что можно сделать. На крайняк я уже, конечно же, пойду в химчистку. Если там они уже расползутся от какой-нибудь химозы, ну, значит, такая их судьба. Но я человек отчаянный. Если я поставила себе цель, и какая-то вещь мне нравится, даже если она мне досталась почти бесплатно, я ее просто так не выкину, я за ее жизнь буду бороться до последнего. Поэтому Персоль попробую, посмотрим. В своем инстаграме я расскажу, помог Персоль или нет, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там все, как бы, онлайн, 24 на 7 я с вами. Еще интересные приколюхи я взяла. Это Сават, теплая релакс-маска для глаз. Та-дам! Та-дам! Я ее обязательно попробую, может быть, в одном из прямых эфиров на своем YouTube-канале. Поэтому не пропускайте. Я о прямых эфирах пишу анонсы. Там заранее, за 3 часа, за полчаса. И в инстаграме своем, и в сообществе. Поэтому следите за новостями. Обязательно мы вместе с вами в прямом эфире поболтаем. И я сделаю эту масочку. И также, смотрите, купила какие наклейки. От комаров. Для деток. Представляете? То есть, ты берешь наклейку, отклеиваешь ее и клеишь куда-нибудь на одежду, например, да? Или на рюкзачок малому. И здесь такие прикольные зверушки. Я взяла сразу две. Не помню, сколько стоит. Здесь прилеплю цену. Мне показалось, это прикольная тема от комаров. Не знаю, насколько оно работает. Если кто-то пробовал, напишите, расскажи. Ну, а я также в инстаграме поделюсь этой приколюхой. Ну, и также я покупаю батарейки. В дорогу я беру салфетки. Это антибактериальные. Это для детей. Мы ими все время пользуемся. Они не только для детей бережные, но они еще отстирают, оттирают все на свете. И дома у нас всегда вот такая большая пачка. Блин, еще забыла. Новое зеркало. 199 рублей. Белое. Чем оно мне понравилось? Блин, оно большое. Смотрите, оно здоровое, как дерево прям. Оно очень красивое, декоративное. Чем оно мне понравилось? И тем, что оно не просто, знаете, стоит тебе зеркало и стоит. Оно функциональное. Как всегда в фикс-прайсе красивые зеркала. Тут у меня на зеркале косяк маленький, смотрите. Вы, наверное, не увидите. Вот, полосочка маленькая. Не увидите. Ну ладно, короче, косяк маленький такой. Не скол, а вот черная, черная полосочка маленькая. Ну ладно, несу. С одной стороны оно не увеличивает, с другой стороны увеличивает. Я себе в этом зеркале нравлюсь, я красивая. Далее, что мы делаем? Мы вставляем вот эту вот штуку. Красиво, да? Здесь у нас тоже дырочка, мы вставляем. Еще. Зеркало шикарное. Просто шикарное зеркало. Сюда можно складывать свою какую-то косметику, сюда вешать сережки, браслетики. Вот из-за этого мне оно очень понравилось. Плюс оно белое, у меня все в квартире тоже белое, я люблю белый цвет. В общем, одобряемся. Вот это одобряемся. Просто красота. Ну вот и все. Я надеюсь, вам мои покупочки и новиночки понравились. Потому что мне они понравились очень сильно. Больше всего я довольна. Кстати, это зеркало можно еще, смотрите, другой стороной. Здесь еще дырка. Горизонтально. Мне больше всего понравилось это зеркало. Мне понравилась вот эта штука. Я надеюсь, что она будет крутая. Вот это невероятные приколюхи для деток. Вот это просто. Представляете, какая фотосессия у нас будет? Да много приколюх всяких вообще. А вот это вот. А вот это вот. Вообще красота. А вот это, надеюсь, отбелит. А вот это, офигеть. В общем, все классные покупки и новинки. В общем, ой, стой, а что? Вот еще. Вот еще крутая вещь. Вообще, красивый, да? В общем, я безумно рада этим новинкам. Надеюсь, я вам открыла что-то интересное и показала. Скорее бегите в фикс прайс и покупайте, пока все не разобрали. Самое прикольное. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео, до следующих обзоров. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!